Потом, как принято говорить, вы выиграли в конкурсе, да? Да. Да, Наташа, что захотели? Нет, я говорю, теперь стало понятно, что вы всех разорвали этой темой. Мы просто в клочья. А вы когда для себя выбрали профессию эту, Аня? Вот вы решили, что вы будете заниматься детьми. И почему? В детском саду, наверное, решили, да? Вы знаете, во-первых, наверное, с детства, обладая вот такими качествами, как общительность, желание выступать, я в себе увидела педагога. Я знала, что я буду педагогом. То, что вы перечислили, это как раз близко Наташи. Нет, тут важно любить детей, понимаете, всех, не только своих. Вот сейчас я до этого дойду. Желание выступать, оно было с детства. Провести занятия, провести урок, провести любое мероприятие или пообщаться с детьми на мгновение, это уже маленький спектакль. И вот если ты к этому относишься, как к спектаклю, как к представлению, вкладываешься, душу в это вкладываешься. Ты просто очень добрая. У тебя получается увлечь, тогда вот эта победа педагогическая, это очень важно. А еще важно мастерство педагогическое. Это для меня стало удержание баланса между дружбой с детьми, партнерством и умением держать дисциплину. Где найти этот баланс? Чтобы дети с тобой дружили, чтобы они тебя не бояли, чтобы они тебе доверяли, чтобы они чувствовали весь день вдали от родителей себя с тобой, как с родной мамой. Хочется посмотреть, какая вы строгая. Это очень важно. Вы же бываете строгой. Вы знаете, строгость, она покрывается артистизмом. Это такая строгость, которую нельзя назвать строгостью, когда глаза все равно улыбаются, и строгость направлена конкретному ребенку. Я вам сказала! На самом деле, Анна Владимировна очень добрая педагога. Вот, но это же сама основа. И дети ее любят. Дети ведь намного умнее, чем мы думаем. И вот здесь надо обладать вот этим тактом и чуткостью. Никогда не проявлять неуважительного отношения к ребенку, ни обсуждать его при нем, ни подсмеиваться. Мы думаем, что они не слышат и не понимают. Нет, дети намного ранимее и намного умнее. И очень тонко все чувствуют. Не так взглянул, не так посмотрел, не таким тоном сказал ребенку. Они определяют все. И для них это очень важно. Наталья, с вашей точки зрения, какие личные качества должны быть у педагога? Во-первых, у меня мама педагог. И я могу сказать, что первое, это гореть своим делом. То есть я знаю, что такие люди обычно без своей работы просто себя не мыслят. Вообще, вот это их жизнь. Если у них это отобрать, типа отдыхают. Нет, они просто сгорят. Мне кажется, умрут за секунду без своей работы. Гореть делом. Вот мне кажется, здесь строгость. Я в плане, знаете, как не имею в виду какую-то грубость, злость там, да, или что-то, не знаю, настойчивость. А именно строгость. Она же может быть очень грамотной, доброй и понятной. Доброта, строгость. Отсутствие равнодушия, наверное. Да, еще искренность. Вот это отсутствие равнодушия, оно, когда ты горишь делом, вот ты уже не можешь быть равнодушным. И ответственность, да. Здесь гигантская ответственность. Можно сказать, за моральное воспитание всех детей вокруг. Не только своих, получается, а ты еще ответственна за то, что принесет ребенок из сада домой, в каждую семью. И родители... Ну, я очень рада, когда мои дети приносят что-то очень крутое, какие-то знания интересные, вообще мысли, из садика, наоборот, домой. Ты такой, вау, как классно у вас там, аж самой захотелось пойти. То есть вот это очень прикольно. Я думаю, что это родителей всех подкупает, когда бац, и дети приносят неплохие слова из садика, да, там, или что-то совсем непотребное. Вот. А когда какие-то знания, интересы пересказывают, делятся, показывают, вот это самое важное. Мне кажется, ваша группа вообще со всеми играми и вами делится с родственниками, с семьями, и как раз обучает им разносторонне еще каждую свою семью. А вы своих детсадовских помните кого-нибудь из воспитателей? Конечно, у меня две было. Людмила Петровна, самая добрая, классная, и Николаевна, злая, очень злая предвоспитательница. Я даже не буду молчать об этом. Вот, и все боялись Ирину Николаевну, и не к тому, что она была строгая, именно вот злая. И как хорошо, что сейчас я таких вот воспитательниц, как из детства, вот у меня одна была, я практически не вижу ни в детском садике у себя, у своих детей, ни в детских садах своих знакомых. Вот. А вот таких, как Людмила Петровна, она была вот как раз очень участливая, добрая, она замечала таланты каждого ребенка, подчеркивала их, хвалила. Ну, то есть с ней было вообще комфортно всегда оставаться, и все с ней дружили. И мне кажется, вот таких воспитателей сейчас становится все больше, больше, больше и больше. Которые видят именно, работают, ну, как говорится, не только по протоколу, а как бы, да, как роботы там, я не знаю, делают просто, что обязаны. А именно вкладываются душой. И таких воспитателей сейчас больше и больше, это классно. Ну, спасибо вам. Мне было очень интересно, на самом деле. Я вот совершенно искренне говорю. После рекламы к нам присоединится актриса Екатерина Капанова, с которой мы поиграем в карты.